...to report the menstruation history ever here, ever here! — Стас, привет! — Привет! — Наконец-то ты пришел к нам в программу. — Серьезно? — Пару месяцев, да, пытались. — Серьезно? Ты прям вот ночами не спала, ждала, когда я приду к тебе наконец-то в гости. — Нет, ночами нет ночи, не люблю поспать. — А я смотрел с программой с тобой. — Да? — Да. — И про что мы говорили до этого с гостями? — Вы говорили про жизнь. — Давай с тобой поговорим про тебя в этот раз. На что ты потратил свой первый? — Странно, да, если мы поговорили... — А, кстати, нет, у меня приходили гости, с которыми я говорила не про них. — Не про них? — Да. — Давайте поговорим про оператора, допустим. Давай, прости, пожалуйста, я буду сегодня максимально серьезным. — На что ты потратил свой первый гонорар и каким он был? — Слушай, гонорар в 12 лет можно назвать гонораром? — Конечно, все свои представления. — Ну, нет, подожди, я... Давай даже, если раньше, 9 лет я работал на заправке. 9 лет я работал на заправке, и мне монетами надавали, я накопил 5 рублей. Ну, это приличные деньги на тот момент. Я пошел на все деньги, купил жвачек. То есть, по-моему, я набрал штук 10-15. — А есть ли актерские гонорары? — Актерские гонорары? Слушай, ну, наверное, больше первые были КВНовские гонорары. На что я потратил свои первые гонорары? Ну, вот как ты думаешь, на что тратят молодежь? Конечно, хотят хорошо одеваться, так как я не из обеспеченной семьи, а из среднестатистической, можно сказать. Я был всегда хорошо одет. Папа, я помню, мне за границей что-то привозил, всегда какие-то вещи. Я купил шмотки. Я как сейчас помню, это, по-моему, был город Красноярск. Мы приехали на верстроли, и мы зашли в какой-то магазин. Я что-то купил на 10 тысяч, знаешь, сколько всего. Мне сейчас смешно, потому что, когда я сказал, вот я заработаю 100 тысяч рублей, я тогда такие шмотки себе куплю. Но тогда вот на десятку я очень много себе купил. Какой-то костюм, ботинки. А это какой возраст был? Это, наверное, 21-22 года как раз. Вот такой возраст, когда... Мы же не отдаем себе отчет в том, что появились первые деньги, давайте их сразу куда-то закидывать. Я очень много прогулял, потратил деньги ни на что. Если бы я там инвестировал как бы сегодня, то есть у меня бы другая ситуация была бы. И она бы оставалась творческая, но просто финансовая подушка была бы абсолютно другая. Наверное, бы другие были горизонты. Но если совсем умничать, всему свое время, и если со мной такое было, значит, тому и надо было быть. Кстати, если говорить про КВН, начнем прямо с КВНа. Помог ли тебе опыт импровизации, который прям очень часто встречается в КВН, как ни крути, вот сейчас в актерской деятельности? Да, безусловно, КВН, я всегда говорил, что... И я настаиваю по сей день, что КВНчики должны получать диплом о высшем образовании. И какую школу мы там получили, конечно, я благодарен судьбе, что я играл всю свою жизнь в хоккей в Челябинске, а потом внезапно я попадаю в КВН. И парни, которые шли там к высшей лиге 5-6 лет, чтобы попасть на Первый канал и работать там в высшей лиге Ратю Маслякова, я попал буквально там за год. Вот, да. Ну, мы там прошли Казанскую первую лигу и потом в высшей лиге КВН. И, конечно, у меня было две команды, уездный город, лицу райской национальности. Я получил колоссальный опыт. Если в первой команде я еще понимал, что такое КВН и понимал, что такое происходит, социум, КВНовский, тусовка и так далее, то уже с командой КВН, лицу райской национальности, ну, безусловно, я уже был опытным КВНчиком. Да, не всего получалось. Но это опыт жизненный, который мне в дальнейшем и помог и в плане актерской профессии, и в музыкальной деятельности, и везде, и даже в жизни. Я ж тут, даючи на посху, мордой в пашню грохнулся, утром просыпаюсь, вот такая борода врысла, да. Илья Васильевич, а нельзя ли в ту пашню вашу дочку грудью уронить? Потому что я всегда говорю так. Мы много креативим, много придумываем, но когда КВНчик с профессиональным образованием маркетолога – это адская смесь. Потому что человек, когда да, креативит, КВНчики думают немножко по-другому. Но маркетология – это еще экономика? Да, да, да. Ну, маркетинг – это вообще отдельный вид искусства, о котором можно говорить. И когда, представьте, вот креатив с маркетингом соединяется в голове, у тебя нейронки работают в правильном направлении, ты, безусловно, знаешь, как создать продукт, как его дальше двинуть, и для тебя это легче. Но мне проще, у меня в команде крутые маркетологи, поэтому мне проще, я создаю, они уже дальше понимают, что делать. Они уже дальше развивают. Ну да. А родители как реагировали на твою игру в КВН? Не было такого, что вот мы хотели, чтобы ты был вот тем-то, а ты пошел в КВН играть? Меня родители никогда не тыкали и не ссували куда-то, что типа иди, вот все, иди, иди, неинтересно, все равно иди. Я сегодня со своими так же. Меня в семь лет папа отдал на класс фортепиано в музыкальную школу и в хоккей. А в Челябинске, я сам из Челябинска и грыжусь этим, в Челябинске хоккей вид спорта номер один, я выбрал хоккей, хотя я прошел прослушивание в музыкальную школу. Сегодня я жалею, что я не умею играть на фортепиано, но не жалею, что я умею играть в хоккей, потому что ты выходишь на любительском уровне, там в актерских командах все-таки оп. Откуда? Это в Челябинск школа. Вот, и я выбрал хоккей, и родители сказали вообще без проблем. Но я параллельно обманывал хоккей. Я выступал на музыкальных конкурсах, пел все здесь песни, писал первые альбомы на бобиннике. Такие кассеты. Ты, наверное, не застала еще такие кассеты? Нет, кассеты я застала. Ну, кассеты, но были такие большие диски, там пленки на них были, бобинники. Это было ужасно. Ты когда поешь песню, и ты в конце фальшивишь, то папа, говорит, переписывает. Никак сейчас алфавит можно наговорить, и теперь подают готовый продукт. Поэтому нет, никогда такого не было. И отец просто в один какой-то момент сказал, что завязывай с хоккеем, иди на сцену. Потому что у тебя на сцене лучше получается, тем в спорте. Спорт для себя оставляй. Профессиональный спорт, он тяжеловат, и ты не выдержишь. Я тебя знаю, твою психофизику вижу, как ты работаешь и так далее. Я ушел и спел песню. Меня взяли, спел песню на конкурсе первокурсника в Челябинском государственном инженерном университете. Меня забрали КВНчики на бэк-вокал. Угу. Все, и пошло-поехало. Поэтому нет, конечно, они радовались, безусловно. А когда с тобой показали первые, интернета же не было. Двухтысячный год, и стали показывать, когда КВН по телевизору, родители все записывали. У нас раньше все было вот. Мне кажется, сейчас видеокассеты, если там маме позвонить, что-то есть даже. А я смотрю, вы в Сочи первый день. А вы как догадались? Просто на вас майки в Сочи 2014 нет. Исправлюсь. А вы сами-то откуда? Я из Москвы. Я, знаете, раньше всего на Кипр, в Египет, в Турцию ездил. А сейчас вот денег нормально подзаработал, вот решил в Сочи приехать. Ну это нормально. А не было у тебя какой-то травмы того, что ты бросил хоккей? Все-таки, когда ребенка даешь профессиональный спорт, ну вот в пять лет, да, ты встал на коньки, я читала, по-моему. Ну да, в пять лет, да. А не было такого, что ты жалел? Что ты сначала переживал? Ты знаешь, меня быстро КВН забрал к себе. А, переключили, да? Ну то есть, да, я переключился очень быстро, безусловно. Сейчас назову банальную, вот популярную фразу, которую можно не говорить, а заменить чем-то, скажу. Безусловно, ты сидишь в своей зоне комфорта, да? И ты, типа, боишься налево-направо что-то сделать. Парень, господи, я уже играл в хоккей, а что со мной будет дальше? И вот этот вот перелом, когда ты ушел в другую деятельность, эта деятельность тебя захватила, в прямом смысле этого слова. Психологически я вот не помню, что у меня какая-то была травма. Я даже больше скажу, я возвращаюсь к этому времени, и когда у меня есть моменты, где мне дискомфортно, надо сделать, вот опять же выйти из этой зоны, я вспоминаю это время и спокойно это делаю. То есть это опять же опыт, все, что нам дается, это опыт. И я очень много вспоминаю каких-то историй или ситуаций, связанных с моей прошлой студенческой жизнью, можно сказать, с Кэлэйновской жизнью, которая мне дала колоссально опыт на сегодня. Я это применяю. Но вот сейчас кем ты себя назовешь? Актером, шоуменом или музыкантом? Все-таки ты во всех сферах прям выстреливаешь. То есть ты там, у тебя получается, и сам получается и тут. Ну давай так, я не хочу сказать, что я там, безусловно, какие-то проекты выстреливают. Ну я-то могу похвалить, ты же не сам себе хвалишь. Да, спасибо. Да, все везде выстреливает. Ну вот и кем ты себя назовешь тогда. Слушай, ну блин, да, есть момент распыления. Да, все, что я делаю, это я как-то умудряюсь объединять все в одно. Действительно. Слушай, ну актер, актер, снимаюсь, снимаюсь. В этом году со мной два фильма выйдет. Изначально я был музыкантом. Если бы не музыка, мне было бы кино. Если бы не музыка, не было бы КВН, не было бы сериала «Универ», не было бы меня сегодня. Я вернулся к музыке. Но для меня в музыкальном плане нужно было сначала зайти, как я говорю, в музыкальную больше тусовку, чем на зрителей. Потому что я коммерческую музыку не пишу, я пишу другую. Мне очень приятно, что мы с Ларисой Александровной надольную дуэтную песню записали. Значит, о тебе говорят музыканты. Мне приятно, что позвали на квартирник к Маргулиусу, где мы дали концерт. Далеко так от тебя, где ты сказала мне да, где сказала мне. Далеко мои мечты, где сказала мне ты, где сказала мне. Отвези меня туда, где сказала мне да, где сказала мне. Мне приятно, что появился Музлов, то мы развиваем это направление. Я в Википедии, вот на меня направлено, что я режиссер, но я не режиссер, я не умею этого делать, и у меня амбиции нет. Как и в актерском плане, у меня нет там амбиции стать голливудским актером. Когда приглашают, я прохожу кастинг. Вот не прошу своих менеджеров, найдите срочно, я хочу в кино, я хочу стать звездой. В кино немножко сложновато мне сниматься, потому что у меня шило в одном месте. А когда ты постоянно ждешь, все опаздывает, у меня динамика, я такой системный. Я сегодня могу сказать, наверное, музыкант, певец, да, актер, продюсер, потому что я сегодня сделал ряд шоу, которых в этом году, надеюсь, страна увидит. Вот, и со своей командой мы продолжаем работать, создавать. А бизнесмен, могу смело сказать, потому что у меня есть ряд бизнес-направлений. Конечно же, мой успех, он зависит еще от команды, от команды людей, которые тебя окружают. Потому что, ну вот если бы, наверное, бы я работал только в одном направлении, и с... Нет, не так. Если бы, наверное, не было бы команды, я бы работал только в одном направлении. Вот так. Ты сейчас облегчил команде своей работу, ты просто нам на тетровку наговорил, как тебя тетровать в интервью. Да, нет, напишите, как вы хотите, можете вообще ничего не писать, абсолютно. Главное, не пишите режиссер, потому что меня это... Это в гостинице в какой-то, по-моему, в Сочи, уже не раз подкололи, там, в этом номере проживал продюсер, певец, сценарист, режиссер. Блин, да я и не сценарист. Ну, то есть, нет, окей, если я придумываю, наверное, ты имеешь право назвать себя сценаристом. Но для меня сценаристы это, которые садятся, пишут, прописывают диалоги. Поэтому я не сценарист и не режиссер. И тот отель, который написал, там вот табличка висит, ну это... Ну я не режиссер, мне самому перед собой неудобно, и меня подкалывают там близкие на это все. О, режиссер. Я говорю, наверное, накаркают. Смотри, ты говоришь, что ты работал с Долиной, и успешно. И при этом в Музловте ты работаешь с молодыми такими исполнителями, блогерами у тебя приходят. Обращаясь к высказыванию Долины, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Когда она прям, ну, негативит в сторону молодых исполнителей, что иногда правильно, иногда, я считаю, неправильно по отношению к многим. А у тебя нет такого вот... Ты не относишь себя к какой-то определенной стороне? Или ты считаешь, что все могут петь? Не все могут петь. Для меня, однозначно, если вы считаете себя певцами, выходите и пойте живьем. Это мало кто сделает сейчас. Ну да. Ну, смотрите, блин, если ты считаешь себя хоккеистом, выйди и сыграй в первой команде, да, в континентальной хоккейной лиге. Ты считаешь, если себя, не знаю, строителем, пойди и построй дом, докажи всем. И здесь также надо выходить и работать живьем. Для меня это в первую очередь. И я и на стороне молодежи, зная их амбиции, и на стороне нашего взрослого уважаемого поколения, зная, через что они прошли, через что прохожу я. Потому что эти ребята, которые сегодня амбициозно высказываются в адрес уважаемых людей, музыкантов, они просто потом с годами поймут, что взрослые-то были правы. Да. Это как нам с вами родители говорят всегда, да? А мы такие, да нет. И пока нас не коснется, вот временная коммерческая музыка и временный непрофессионализм, баловство, а оно закончится с годами. И потом уже ты такой, а, блин. Но, кстати, одна блогерша популярная, довольно-таки фамилии называть не буду. Ну, да, давай. А сегодня прям мне вот летом сказала, слушай, не очень хорошо она поет вообще в целом. Я могу это смело сказать, но она говорит, Стас, я вот сейчас занимаюсь вокалом, хочу заняться. И прям вот похвально, то есть человек начинает думать. Ну, слушай, многие музыканты, кто поет живьем, они продолжают заниматься вокалом и подтягивать свои какие-то данные. Я скажу, у меня завтра занятия вот по вокалу, потому что я знаю свои минусы. Я выхожу, всегда даю концерты живьем свои. Мимо там где-то, если нотки есть, они у звездных исполнителей есть, ничего страшного. И должна быть своя органика. И завтра вот я иду, у меня вокал, я работаю, у меня в системе это стоит. Я позанимаюсь, потом придут музыканты, мы отрепетируем концерты, у меня в Салихарде сольник. Все. Лечу в Салихард. Поэтому всегда надо работать и над собой. Это даже скиллы, они все проваливаются. То есть надо же прогрессировать, а не регрессировать. Даже если ты в кино, я вот бывает у меня там, я долго не снимаюсь, когда ты заходишь, мне первые 3-4 дня тяжело въезжать в процесс. Когда ты в потоке киношном, когда ты с камерами рядом, когда ты понимаешь, что происходит, безусловно, тебе легче осуществлять в кадре то, что ты можешь. Но бывает, ты застаиваешься, как вот водичка какая-то болотом покрылась, и надо тебя толкнуть, чтобы ты немножко раскрылся и почувствовал себя на съемочной площадке уверенно. Такое есть. А после КВН к камерам переходить несложно было? Да побойся. Да нет. Мне тут приходили актеры рассказывать, там ты работаешь а-ля на задний ряд со сцены, здесь у тебя камера, в которую нельзя смотреть и так далее и тому подобное. Мне вот прям разделяли очень сильно сцену и камеру. Ну, наверное, у меня первый опыт был такой киношный, сказать, это съемки сериала «Универ». Ну, было сложно, когда ты не взаимодействуешь с камерами. Вот это мне было сложно. То есть то, что камеры рядом стоят, без вопросов, там, это сейчас, да, уже легко-то ориентируюсь. Когда на площадке ты находишься, и ты там, надо видеть камеру. Там, встаешь на восьмерку, мы с тобой сидим, я закрываться буду, да, там, от света. Вот я сейчас, оп, из света выпал. Надо в свет вставать. Такие нюансы мелкие, конечно, они были. Режиссер говорит, Ярушин, сзади там микрофон, выйди и скажи, я раз, вышел. Не уходи за человек. Такие моменты были. А сейчас на автомате ты где-то раз, не в свете, оп, сидишь, вот сейчас в свету. Но под камеру раз, немножко. Бывает тебя, если перекрывает твой коллега, немножко ты так открываешься сам. Поэтому не скажу, что было сложно, что это какая-то была проблема, но нюансы были определенные. Вот я не хотела говорить про «Универ», потому что, мне кажется, ты уже просто все, просто уже все про этот сериал. Единственный вопрос, раз ты упомянул его. Да. Ты не боялся в какой-то момент, все-таки «Универ» очень долго снимался, ну, долгий предложительный срок, стать актером одной роли? Ну, вот знаешь, как бывает, выходишь с такого длинного сериала, и вот тебя только вот по нему и помнят, и все. Ты, наверное, ну, логично должна была спросить про «Универ», а я хочу сказать спасибо «Универу», потому что я благодарен и ценю это время и возможность сниматься в этом сериале, в популярном. И последний мы «Универ» сняли 10 лет спустя. Я вот кайфанул, я даже, знаешь как, у меня даже в голове не было, что это сериал «Универ». Там какая-то другая киношная история была, то есть там актеры такие уже серьезные, Сережа Вишкевич, Алексей Серебряков. Было интересно, опять же, получить опыт. Была киношная история. Ты знаешь, я не боялся. Я жалею, что я во время сериала «Универ» в те годы, я не стал делать то, что я делаю сегодня. То есть я не воспользовался этим моментом. Когда актеры говорят, мы боимся быть заложниками одной роли, когда актеры говорят, ой, у меня нет работы и у меня не поступают предложений, да блин, оглянитесь вокруг, мир прекрасен. Вы почему только должны быть актерами? Попробуйте себя в других направлениях. И поэтому я вообще не жалею. И если предложат еще раз сниматься в сериале «Универ», я буду продолжать сниматься, потому что я знаю, что на сегодняшний день я выступаю с песнями, со своими, да, авторским материалом. У меня есть группа «Музлофт Бэнд», у нас есть потрясающий контент «Музлофт», который популярный становится сегодня, люди приходят туда, и мы хотим дальше масштабироваться. А у меня есть еще ряд интересных идей, которые хоть сняты, пилотные выпуски разных программ, разных шоу. И, блин, так мне есть чем заниматься. Поэтому здесь никаких вопросов к «Универ», я только ему могу быть благодарен. Да, я часто снимаюсь в кино, правда, в одном и очень давно. Выйдешь, на улицу найдется Валера, который крикнет «О, Антоха с универа!» В социальных сетях народ закипел, пальцем тычет в экран, а этот забел. Слышь, хорош петь, в ушах стоит звон. Ты лучше скажи, братан, когда новый сезон? Давай, давай! А когда вот закрыли некоторые сериалы популярные из-за того, что артисты якобы не захотели быть лицами одной роли... И таких много примеров. Таких много, но из них дальше, вот смотрите, опять без фамилии, без названия сериала. Вот я сейчас в голове, у меня есть сериал. Двоих я вижу, а остальных я не знаю, чем они занимаются. Люди, блин, у меня был случай, мне там ехали однажды, у меня была антреприза, как давно-давно, и я сейчас отказываюсь от них, потому что есть чем заниматься. И актер мне говорит, вот, там работы нет, режиссеры не звонят. Я говорю, ты офигел, 21 век, интернет, время, возможности. Потому что вот это я тогда говорил, начиная что-то делать, потому что на сегодняшний день я могу твердо сказать, у меня дофига направлений, которые не имеют отношения к творчеству, вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!